МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но этот вопрос очень бурно обсуждается. Это вопрос о коэффициенте К2, в результате которого у целого ряда предпринимателей существенно выросли налоги. Вопрос сегодня не рассматривали, но это не значит, что Грязанская и Городская думы не намерены вернуться к рассмотрению этого вопроса. Давайте сейчас подробнее о том, когда мы к нему, собственно говоря, вернемся. И забегая вперед, скажу, что успокоим предпринимательское сообщество. К2 в Рязани планируется сохранить, насколько я знаю, на уровне прошлого года. Да, вы знаете, иногда краски сгущают. Есть у нас группы людей в Рязани, которые намеренно это делают, делают это с политическим настроем. Но могу отметить, что мы ведь часто встречаемся с предпринимательским сообществом, мы выступаем и взаимодействуем и на каких-то форумах, и на мероприятиях, и нам не стыдно смотреть друг в друга в глаза. Почему? Потому что мы всегда находимся с ними на контакте. То, что касается коэффициента К2, действительно, это была вынужденная мера с точки зрения пополнения налоговой базы нашей. И решение, оно было в то время, когда оно принималось, оно очень было правильное, мы об этом с вами говорили, оно было действительно своевременное. Но после того, как было принято решение, в стране произошли ряд изменений экономических, не в лучшую сторону, к сожалению. Поэтому тот документ, который был принят, конечно, он стал нуждаться в корректировке. И, безусловно, мы отреагировали, причем именно наша реакция на те опыта, опасения, которые возникли в среде предпринимателей, она была молниеносной, поскольку мы и до того, как принимали этот документ в ноябре месяце прошлого года, так и по получению этих сигналов, мы, безусловно, стали опять все анализировать, смотреть, изучать. И, кстати, тщательнейшая работа была проведена в то время, но, как я уже сказал, условия, они изменились экономически. Поэтому уже в новых условиях получаете сигналы, а, безусловно, мы являемся тем субъектом власти, который, наверное, первый самый получает эти сигналы. Стали эти вопросы прорабатывать. И мы поручили еще две недели назад администрации города, за моей подписью была направлена бумага, где мы просили администрацию еще раз изучить очень внимательно этот вопрос и вернуться к его рассмотрению. Вы знаете, что совсем недавно глава администрации города Рязани, Олег Евгеньевич Булеков, сказал о том, что нужно это решение, с его точки зрения, предложил его отложить. И мы ждем сейчас в Городской Думе пакет документов, так что на ближайшем заседании Рязанской Городской Думы мы его примем. А вот по тому, вводить ли коррективы в системе ЕНВЭД или не вводить, безусловно, они нужны, эти коллективы. Однако, с точки зрения сегодняшней ситуации, нужно рассматривать этот вопрос так, чтобы и интересы не ущемлять предпринимателей, и не ущемлять интересы налогополучателей. Мы знаем, что бюджет социально направлен, каждая копеечка на счету, но тем не менее, ведь даже в той, скажем, если бы реализован был тот документ, который мы приняли в ноябре месяца, то, безусловно, у нас налогоплательщики среди предпринимателей должны были бы платить это уже в апреле месяце. Поэтому, скажем так, коррективы эти, они, прежде чем их вносить, нужно их тщательно изучать, посоветоваться с предпринимательским сообществом. Мы предложение Олег Евгеньевича поддержали. Поэтому я считаю, что и Городская Дума, и администрация города Рязани еще раз должны вернуться к этому вопросу, тщательнейшим образом изучить по каждой из позиций и уже взвешенно в свое время, когда это время подойдет, принять подобный документ. Опять же, в интересах различных групп нашего населения, в интересах экономики города. То есть, вот резюмирую, что предпринимателям не придется заплатить высокие налоги, потому что квартальная отчетность, несмотря на то, что вопрос не рассматривался сегодня, он будет рассмотрен в марте, и решение устраивающей предпринимателей будет найдено. Совершенно верно. И я еще раз говорю, власть города, кто бы что ни говорил, она открыта предпринимательскому сообществу. Мы с вами говорили о том, что налоговые поступления, они в значительной степени идут от среднего и малого бизнеса, поэтому мы прекрасно понимаем ту роль, которую они играют, и поэтому действуем осторожно, аккуратно. Еще раз говорю, условия изменились, поэтому мы сейчас, на сегодняшний день, я считаю, мы вовремя на них реагируем, реагируем на все сигналы, как администрация города, так и Рязанская городская дума. И я считаю, что здесь мы должны действовать вместе, слаженно, четко и действительно аналитически, очень осторожно, выверенно, а не на коленке подходить, вот что-то там, да, так сказать, подавать. Вот это очень важно в решении подобных вопросов. Мы к этому готовы, мы за системную работу, за взаимодействие, поэтому, я думаю, опасаться вот с такой, скажем так, стратегией политической, экономической, я думаю, совершенно не стоит. Ну что ж, успокоив предпринимателей, перейдем к еще одному вопросу, который сегодня уже рассматривался, и этот вопрос тоже имеет свою историю. Наверное, многие наши телезрители помнят, что в ноябре и декабре в Рязанской городской думе очень бурно проходили публичные слушания по выделению участка земли в районе парка «Морской славы» и ничего для строительства православного храма. Тогда на этих заседаниях было подчеркнуто, что территория парка «Морской славы» не уменьшится, а наоборот увеличится. И вот сегодня шаг к этому сделан. Мы объявили публичные слушания, на которых рассмотрен будет вопрос о переводе в парковую зону 20 соток земли, которая сейчас находится в другой зоне. Границы парка в сумме будут расширены на 60 соток, потому что есть еще 40 соток земли, и администрация города сейчас занимается решением этого вопроса. И уже, я думаю, к лету парк «Морской славы» станет гораздо больше по территории, чем был. Вот, знаете, мы несем ответственность за то, что мы делаем. Рязанская городская дума, администрация города. Мы, когда проводили слушания, столь важные, и для духовного становления нашего города, и для патриотической работы, да и даже, если мы возьмем благоустройство парка, это очень серьезный вопрос. Я думаю, что мы увидим через несколько лет там то место, куда будут приезжать не только и приходить жители, которые живут в этом районе, но и те, кто живет даже далеко за его пределами, потому что место действительно очень такое красивое само по себе, и там прекрасный вот такой высокий берег, о чем мы тоже говорили с вами. Конечно же, вопрос, он на тот момент был достаточно резонансный. Многие ведь, даже группы, которые не проживают на той территории наших жителей, были обеспокоены сокращением зеленой зоны. Это была, кстати, одна из серьезных таких требований, и когда этот вопрос в Думе, мы приступали к его рассмотрению, даже до принятия нашего решения еще о публичных слушаниях, мы наказ дали администрации, чтобы и этот вопрос поработали. Это было именно в Думе, вы тоже, так сказать, не только живой свидетель, но и соучастник, скажем так, всего этого, я считаю, очень правильного процесса. Администрация города подготовила за это время, вот спустя буквально, ну, практически полтора месяца, пакет документов, и он уже был внесен так, чтобы нам в этом году действительно сказать жителям, и это зеленая зона, никто ничего строить и, так сказать, не будет, это раз именно в части, остальной части парка. Благоустройство мы совместными усилиями также попытаемся в этом году этого парка провести, пусть оно не будет каким-то большим, но, скажем, в части там установки игрового оборудования и так далее, этот вопрос мы также тщательнейшим образом будем прорабатывать. И, конечно же, жители, они уже сейчас видят и будут видеть, что то, о чем мы говорили, мы об этом не забыли, мы это будем выполнять, и, в общем-то, своими делами в очередной раз доказывать, что кто бы что ни говорил, а правда на нашей стороне. Андрей Анатольевич, ну и буквально немножко времени у нас в эфире осталось. Еще важный вопрос сегодня – это изменения в бюджет. Бюджет 2015 года принят, и в него уже вносятся изменения. И вот ряд важных, скажем так, изменений сегодня было внесено. Тут и выделение дополнительных денег на строительство дороги в районе микрорайона Южный, да, и, что очень важно, дополнительно изысканы средства на продолжение программы по возведению в наших дворах детских площадок и ремонт внутридворовых территорий. Это тоже очень важное сегодняшнее решение. Совершенно верно. Вот есть несколько критериев оценки жителями работы власти, и среди этих критериев – это как раз и игровое оборудование, и внутридворовые территории. Это комфорт жизни. Совершенно верно. Рядом с тем местом, где наши жители проживают. Безусловно, каждый год реализовывалась эта программа. Мы очень волновались, что уже в достаточно сложных условиях финансовых, тем не менее, как сделать так, чтобы все получилось. И эти программы, они продолжили свое, так сказать, направление, свой ход. Администрация города, так сказать, выполняя, опять же, наше поручение прошлого года, она вовремя также среагировала, предложила вариант проекта бюджета, изменения в проект бюджета вот на данный год. И вы знаете, что мы говорили о чем? Пожалуйста, предусмотрите средства, пусть они небольшие средства, хотя бы в объемах прошлого года, по дворовым территориям и по игровым площадкам. У нас ситуация разная по районам. В одних районах эти площадки, они установлены давно, в других районах еще требуют своей установки, но в той или иной степени все равно движение есть. И у каждого, в каждом округе есть свои проблемы в этом до сих пор. Поэтому вопрос не теряет своей актуальности. Жители радуются всегда, когда у них новое оборудование появляется, где могут их дети погулять, где могут их внуки поиграть. Поэтому, конечно же, вот это вот, то, что вот эта работа уже в этом году продолжится, для нас это является знаковым, важным. Благодарю вас, Андрей Анатольевич, Андрей Кашаев, глава муниципального образования «Город Рязань», председатель Рязанской городской думы о наиболее важных решениях, принятых на сегодняшнем заседании. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин